13.05 на часах в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Топузлеева и мой сегодняшний гость, депутат областного ЗАГС Собрания Дмитрий Русских. Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Дарьев, добрый день. Всем слушателям тоже прекрасного, хорошего вторника. Нас можно слышать на частоте 101.0, онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция из нашей студии идет на сайте eho.kirova.ru. Номер для ваших смс 8909 720 101.0. Вы также можете задать свои вопросы через форму анонсов на нашем сайте eho.kirova.ru. А мы начнем с обсуждения интервью главы города Владимира Быкова, которое он дал в нашем эфире, а точнее его высказывания по поводу вашей инициативы с отменой бесплатного санаторно-курортного лечения. Я попрошу, наверное, звукорежиссера нашего сейчас включить этот кусочек, чтобы слушателям было понятно, о чем идет речь. Дмитрий Русский говорит, вот там, где-то бюджетные деньги, а у них живет не что. Весь бизнес его построен в том, что люди покупают, приобретают, продают за счет чего. Бюджетные деньги, поэтому это просто слова. Или зависть, или просто делать нечего. Не занят человек ничем, просто вот хочется поговорить. Если он был занят и каждый день приходил бы к 7 утра на работу, общался с людьми, работал, вкалывал, следил за процессом, а когда он просто приходит там и не знает, чем занимается, то, наверное, просто можно поговорить. И вопрос сразу у нас с сайта. Как воспринимаете критику в ваш адрес от Быкова в ВВ, что вашей активностью идет, так сказать, от якобы нечем заняться? Да, очень интересный подход. Значит, что бы хотел ответить? Значит, ну, о чем вообще идет разговор, да, чтобы люди понимали о хорошей жизни наших чиновников, несмотря и действующих, и бывших, несмотря на то, что, в общем-то, везде нам говорят, что у нас экономический кризис, и нам всем нужно затянуть пояса. Ну, наверное, пару слов, да, вот о самом законодательном инициативе. Да, ну, на самом деле, я не первый раз выхожу с данным предложением, я выходил и в начале этого года, с тем, что мы видели сегодня, когда сокращается социальная поддержка и выплаты и многодетным семьям, и сокращаются там по ветеранам труда подходы. Значит, мы все знаем, что у нас поделили пенсионеров на бедных и богатых, и многие сегодня не имеют льготы на проезд в общественном транспорте. Если буквально в ноябре месяце мы остановили закон о поддержке молодой семьи по ипотечному кредитованию, то в данном рамке всего вот этого такого комка, который ударяет в первую очередь по населению, я как раз и выхожу с противоположным направлением о том, что если нам так на самом деле тяжело, и мы испытываем такие проблемы с бюджетом, давайте мы будем этот бюджет сокращать там, где нужно и можно его сокращать. И в первую очередь я обратился с тем, чтобы, так как у нас уже действующий губернатор от санаторно-курортного лечения пока отказался, то я попросил, чтобы мы этот закон еще дальше шагнули, и фактически санаторно-курортное лечение приостановили всем, кто пользуется этим законом до лучших времен. Значит, на самом деле там не так много людей, это в основном как раз, в основном три человека, это бывшие два председателя ЗАГС собрания и бывший губернатор Кировской области. Значит, сумма, на которую они заложены в бюджете Кировской области на следующий год, составляет почти там 800 тысяч рублей. На самом деле сумма не окончательна, потому что у нас самая удивительная ситуация, что сумма вообще компенсации и оплаты, она не определена. То есть потолка нет? Потолка нет, потолка нет, да, и как раз я первый раз и предлагал, давайте мы все-таки определим какую-то там энную сумму, за которую нельзя как бы превышать. Значит, депутаты меня не поддержали, особенно от Единой России, потому что на самом деле все, кто пользуется у нас в основном льготами и доплатой к пенсии, они являются у нас сегодня в основном членами партии. И они не поддержали, сказали, что это уважаемые и очень авторитетные люди, и трогать их нельзя, они очень хорошо работают. Ага, ну вот Владимир Васильевич как раз сказал, что нельзя отказываться от зарплаты, нельзя отказываться от тех льгот, которые ты честно заработал. То есть вот такая цитата еще была. Отлично, но это точка взаимодействия Владимира Васильевича, потому что, в принципе, он очень надеется, что, наверное, в каком-то ближайшем времени он тоже будет пользоваться теми самыми же льготами, потому что он как глава города тоже под них подходит. И при этом я хочу сказать, что на самом деле мы сейчас говорим только о санаторно-курортном лечении. Потому что, еще раз хочу сказать, суммы не определены, ими могут пользоваться и жены, и дети. Значит, при этом, как бы, сумма не определена, страны не определены, там вообще ничего не определено. Там вот какие документы принесут, вот столько и мы должны, в принципе, оплатить. То, когда мы говорим о том, что это не самые бедные люди, и они еще получают, помимо санаторно-курортных лечений, получают доплату к пенсии, если кто из пенсионеров сегодня сейчас стоит или сидит, то лучше там сесть, там, да, или лечь. Потому что доплата составляет в среднем по госдолжностям и бывшим руководителям от 80 тысяч до 135 в месяц. Это доплата к пенсии, идет к той пенсии, которая существует. То мы еще раз говорим, что это не самые бедные люди, и, наверное, как бы, если населению тяжело, бюджету тяжело, они должны тоже понять эту ситуацию и вместе со всеми эту ситуацию пережить. Вот Владимир Васильевич считает, что вам, возможно, завидно. Владимир Васильевич может что угодно говорить, потому что, в общем-то, я не считаю Владимира Васильевича каким-то таким для себя человеком, который вообще можно там слушать или воспринимать. Это его точка зрения. Мне, на самом деле, не завидно, потому что, в отличие от них, я занимаюсь бизнесом с очень раннего времени, и я не скрываю, что, в общем-то, я работаю, я стараюсь зарабатывать для того, чтобы, если есть возможность, я и хочу отдыхать. Потому что я считаю, что каждый нормальный человек, он должен работать для того, чтобы достойно жить, достойно отдыхать. И я бы хотел, чтобы не только эти три человека отдыхали и лечились, и получали такую доплату. Я бы хотел, чтобы все россияне, и в первую очередь мои земляки и кировчане, точно так же достойно жили, как наши чиновники. То в данном случае, я не вижу тут ничего зазорного, что если, допустим, человек зарабатывает и работает, он, понятно, что может тратить эти деньги. Но в данном случае мы сейчас говорим о бюджете. И какое отношение я имею к бюджету, я, честно говоря, не очень понимаю. Это, наверное, мысли Владимира Васильевича, который очень как-то агрессивно вообще воспринял мой законопроект, и, по-моему, совершенно унесло не в те дали. Но я привык, я уже девятый год депутат, и понятно, что я очень часто сталкиваюсь с такой агрессией со стороны чиновников. Ну, по системе, вы знаете, кто водит, а караван идет. В данном случае я все равно буду двигаться в том направлении, в котором я двигаюсь. Какие вот как раз шаги именно по этой законодательной инициативе сейчас можно предпринять? Насколько я поняла, вы нашли какие-то прецеденты в других регионах? Смотрите, на самом деле, я предлагаю два закона на ближайшую пленарку. Это, во-первых, остановление санаторно-курортного лечения, хотя бы до 2018 года. Потому что мы сегодня рассматривали поправку бюджету, мы там видим, что уже происходит в конце года. Вы знаете, что мы сегодня задерживаем зарплату бюджетникам. Многие социальные пособия в виде льгот там ветеранам труда, заслуженным людям, плюс инвалидам, в декабре задерживаются и переносятся на январь. Мы видим все, что происходит с бюджетом, и видим, где он не пополняется, и где у нас будут в январе и феврале такие же проблемы. То на основании этого мы говорим о том, что в сентябре, по первому закону, мы санаторно-курортное лечение, к сожалению, у уважаемых людей, как бы за счет бюджета прикрываем, по крайней мере, как я предлагаю. Они могут поехать за свои деньги, потому что, еще раз хочу сказать, та доплата к пенсии, которую мы платим тоже из областного бюджета, вполне им это позволяет. Значит, и второй закон, у нас там по госдолжностям, это все бывшие замгубернаторы, бывшие зампредседатели правительства, заксобрания, они тоже имели доплату к пенсии. И там есть такой расчет, от сегодняшней зарплаты действующего замгубернатора или там министра выводится определенный процент, который доплачивается в виде как доплаты бывших. Значит, он составляет на сегодняшний день максимальный процент 75. Так как у нас есть вилка 50-75, я предлагаю его опустить до минимума. До 50. До 50, в связи с тем, что там, ну, вот ситуация меняется, и в первую очередь это, конечно, будет рассчитано на вновь, которые выходят на пенсию. У тех, у кого сегодня это есть, доплата 75, она так и остается. Значит, по мне, я считаю, что это тоже честно и правильно, потому что в этом году, на следующий год мы заложили почти 154 миллиона как раз на доплаты к пенсиям, именно так называемым бывшим госдолжностям и уважаемым людям, как называет их большинство депутатов. То в этом случае мы говорим о том, что, в общем-то, давайте мы везде будем срезать. И когда Владимир Васильевич говорит, что эти люди могут только сами согласиться, я вам скажу, что покажите мне одну заявку, где пенсионеры или ветераны просили убрать льготы на проезд. Или покажите мне, где написала молодая семья, там большое количество молодых семей, сказали, что уберите у нас льготы на ипотечное кредитование. Никто нигде ничего не писал. Ну вот по поводу неувеличения зарплат, как раз когда Быкова попросили прокомментировать вопрос о том, как идет экономия городского бюджета, он ответил, что неувеличение зарплат значит сокращение. То есть мы не увеличили зарплаты. Это суперфраза, это вообще просто, это шедевр на самом деле. Когда глава города говорит, что если мы не поднимаем, значит мы сокращаем. Ну на самом деле я специально, на самом деле я не слушал выступления Владимира Васильевича, потому что он не является тем, как бы, человеком, которого я вообще слушаю. Потому что, как бы, там все как на параде. Все хорошо, все прекрасно, но все дело. Значит, для меня вообще является, и никак реагировать на его там высказывания просто не хочу, потому что, ну, идти по системе сам дурак, глупо. При этом хочу сказать, что для меня вообще показатели являются мои избиратели, которые меня избрали, и кировчане, где я живу. И если касаться там моей работы, какой я бездельник, то мне оценку может делать только мой коллектив. А по работе как депутата, мне важна оценка не господина Быкова, мне важна оценка моих избирателей, моих кировчан, с которыми я там хожу по улице, я их видаю в магазине, и никто ко мне не подошел и сказал, что что-то я делаю неправильно. То вот политика там и высказывания Владимира Васильевича, они вообще, честно говоря, в очередной раз показывают, что, ну, к сожалению, недалек наш глава города, на самом деле. Значит, но при этом он сказал, что, в общем-то, да, как бы если они не поднимают, то они сокращают. Значит, я... Я так понимаю, то есть имеется в виду, что дополнительных каких-то средств они уже на это не привлекают, остаются присвоены. Вот смотрите, значит, если взять там за основу конкретно там городскую думу и конкретно главу города, значит, я специально взял все, как бы, данные, а так как он глава города, он должен отчитываться по своим доходам. Я поднял всю информацию, которая была в открытом доступе, она там с 2012 года я нашел. То вот на самом деле, как бы, то, что говорит Владимир Васильевич, у меня как-то вот не очень получается в цифрах. Мы, в отличие от него, предприниматели, да, я считаю, что я в большей степени предприниматель, занимающийся бизнесом, для меня важны цифры. Значит, вот в цифрах, что получилось, я сейчас коротко зачитаю. Вот в 2012 год Владимир Васильевич Быков декларирует свой доход 2 миллиона 978 тысяч рублей. Значит, при этом он пишет, что у него в этой сумме заложен 600 тысяч продажи гаража. То на остатке у нас остается 2 миллиона 373 миллиона рублей. При этом точно так же написано, что в этой же сумме заложено 456 тысяч рублей, это у него пенсия, которую доплачивает Министерство обороны. То на выходе из городского бюджета, по моим расчетам, сумма составила, конкретно, что мы заплатили, мы с вами, налогоплательщики, нашему главе города за хорошую работу, 1 миллион 917 тысяч рублей. Это 2012 год. Дальше мы передвигаемся уже в 2013 год. Также смотрим декларацию Владимира Васильевича. Значит, она очень прекрасная, потому что она стала уже 2 миллиона 675,425. Вроде бы, с одной стороны меньше, но с другой стороны мы уже видели, что там был гараж. То если мы возьмем за основу 2 миллиона 675 тысяч рублей, 425 рублей, значит, и вычитаем примерно ту же пенсию, которая проиндексировалась на 10% с Министерства обороны, то на выходе получается, что из городского бюджета Владимир Васильевич получил в 2013 году уже 2 миллиона 175 тысяч рублей. Но тут-то, я так понимаю, речь идет не о тех годах, которые были, а в будущем. Хорошо, мы двигаемся дальше, Дарья, у нас все впереди. Значит, при этом Владимир Васильевич декларирует там, понятно, что свой прекрасный жилой дом за 313 квадратных метров и участок 1445 квадратных метров и земельный участок под огород. Огород очень большой, 2109 квадратных метров. Значит, дальше мы смотрим уже, значит, 14-й год. Так как за 14-й год декларации будут только поданы в 2015 году, я приблизительно посчитал, что, в общем-то, при, так как уже говорили, что у него 3 с небольшим миллионов рублей в 2014 году, потому что он отчитался за 14-й год, у нас нет пока 15-го. Там цифры следующие. Сейчас спрогнозируем зарплату. Да, значит, смотрите, написано в его доходах, что в отчете больше 3 с небольшим. Ну, я взял 3 миллиона и за это проидексировал пенсию, которым платится из Министерства обороны. То сумма, которая идет именно из бюджета города Кирова как зарплату, у меня 2 миллиона 487 тысяч рублей. То если мы пробежимся с вами с 12-го по 14-й год, то, что это было задекларировано и то, что я нашел в декларации, я вычел и гараж и все прочее, то на самом-то деле Владимир Васильевич с каждым годом прибавляет. Но это были докризисные, жирные времена. 14-й год это уже не жирный год. Это уже патриотичный год, когда мы говорили, что уже все не так, как есть. Значит, по 15-му году мы узнаем в 16-м, но смотрите, что я нахожу в бюджете города Кирова. Владимир Васильевич думает, что кроме, наверное, министра финансов города никто не считает бюджет. Я смотрю, что в 2016-м году, значит, есть вот ведомственная структура, значит, Кировская городская дума стоит энная сумма денег, мы потом ее озвучим, и функционеры высшего должностного лица, это Владимир Васильевич Быков, стоит сумма 2 миллиона 767 тысяч рублей. То если мы сравниваем с 2014-м годом, это рост уже значительный, за 2015-й год, наверное, тоже был небольшой рост. И мы тоже это только увидим в 2016-м году при декларации. Но в данном случае все слова о том, что мы не повышаем, значит, мы сокращаем, ну, на самом деле, как-то они очень плохо на цифрах отражаются в том, что сказал Владимир Васильевич. То на самом деле Владимир Васильевич живет у нас не совсем плохо, как глава города. И в данном случае, видимо, все-таки кризис его касается относительно, потому что он очень хорошо работает и очень любит наш город. То мы, в принципе, вынуждены сегодня платить те деньги, которые мы платим. Значит, если, как бы, Владимиру Васильевичу не нравится, что к нему, как главе города, который получает деньги из бюджета, есть какие-то особые взгляды и какой-то настороженность или, наоборот, интерес жителей города Кирова, как вот он живет. Ну, извините, если ты получаешь и работаешь с бюджетом, ты должен четко понимать, что твоя жизнь, она всегда интересна окружающим, особенно кировчанам. То в данном случае, если ему это не нравится, то он может просто пойти работать в бизнес, и точно тогда никто не будет ему не завидовать, и никто не будет ничего спрашивать и интересоваться. Да, вот, в принципе, иди работай. Ну, пока у нас жизнь складывается так, что он работает, и он очень много чего делает, как он считает, полезного для города Кирова, то, в общем-то, и по его зарплате мы видим, что, в общем-то, он себя очень хорошо ценит. При всем при этом, я еще вам хочу сказать, что если мы еще прибавим ту пенсию, которая идет ему по Министерству обороны, то доход в 2016 году у Владимира Васильевича должен состоять 3 миллиона 267 тысяч рублей. Давайте мы уже не будем ничего говорить. Не будем уже ему говорить. Это скоро даже я завидовать начну. Ну, завидовать не надо. Я думаю, что, когда мы обсуждаем с вами вообще, почему себя так ведут вообще наши чиновники, и почему они считают, что с них ничего брать нельзя, а им только нужно отдавать, то у меня вопрос всегда возникает, а почему население должно за все платить. Мы сегодня видим ту ситуацию, которая, в общем-то, она складывается в непользу и завидовать не надо. То я скажу, что не только ты одна завидуешь. Мы знаем примерно сегодня среднюю пенсию в Российской Федерации и в Кировской области. Значит, я хочу сказать, что из всех развитых, даже не очень развитых стран, она одна из самых низких. То если мы возьмем европейских пенсионеров, да, то нашим чиновникам даже в стороне куря даже завидуют пенсионеры европейские. Хотя у них тоже очень неплохие пенсии, в среднем там от тысячи до полторы тысячи евро. То в данном случае тут не только ты завидуешь, они завидуют, я говорю, весь мир нашим чиновникам, какие у них доплаты к пенсии и как они живут. Мне хотелось бы перейти уже к более приятным, наверное, новостям, ну, по крайней мере, для меня. По парку Победы сегодня состоялось в заседании. У нас большой праздник, на самом деле, на самом деле, сегодня областной суд, я считаю, принял очень важное решение. Он признал сделку о передаче за 338 тысяч рублей 4 гектара в парке Победы незаконной. То в данном случае мы как раз сегодня и видим, что, в общем-то, происходит то, что и должно произойти. И на самом деле большое спасибо всем тем активистам, которые помогали и которые доносили ту информацию, которая, в общем-то, все-таки, я думаю, что положительно сыграла на решение суда. И та история, которую ребята там, активисты города Кирова, блогеры, которые собирали митинг в парке Победы, которые озвучили все те истории интересные, когда за 338 тысяч помощнику или другу Владимира Васильевича продали 4 гектара земли в парке. Я напомню немного, просто Октябрьский суд отклонил иск прокуратуры. Да, Октябрьский суд не поддержал прокуратуру, прокуратура пошла дальше, и сегодня областной суд поддержал прокуратуру. Я считаю, что это все, на самом деле, очень честно, это очень приятно, что, в общем-то, справедливость восторжествовала. Это как раз мы говорим о том, что, в общем-то, очень странные какие-то вещи происходят, но и тут же, если мы с вами обратим внимание, что городская администрация уже проиграла второй суд, значит, первую она проиграла по центральному рынку, вы знаете, да, значит, и сегодня... Да, по инвестору, по БСП-инвестору. По БСП-инвестору, мы можем по нему там более отдельно поговорить, очень тоже интересная история, совершенно непрозрачная, точно так же такая же, как история с Парком Победы, и сегодня областной суд снова встал на сторону, как бы, закона. То вот две крупные сделки, два праздника, как бы, для Владимира Васильевича закончились не очень хорошо, потому что я считаю, что за всеми этими передачами и продажами стоит конкретно наш глава города Владимир Васильевич Быков, потому что, если вы посмотрите все документы, кому были предназначены эти объекты, они как-то очень даже родственно связаны в большинстве случаев с Владимиром Васильевичем. Ну, я на самом деле, администрация еще, конечно, никаких комментариев по этому поводу не успела дать, но вот по БСП-инвестору, по крайней мере, и позиции администрации, и Владимира Быкова была такой, что идут они дальше в касацию, и то есть, ну, продолжат законными путями добиваться своего, то есть, я думаю, здесь примерно ситуация, наверное, аналогичная будет, я сомневаюсь, что администрация на этом остановится. Нет, ну, конечно, нет, нет, я думаю, что, как бы, Владимир Васильевич, как бы, он человек дела, то все дела надо доводить до конца, тем более, он вчера сказал в этом же выступлении, что у нас администрация закона послушная, да, вот, ну, по крайней мере, мы видим, что по двум этим объектам как-то закон-то все-таки обходили, потому что даже и прокуратура, и суд считают, что те действия, которые производила городская администрация, она не соответствует вообще никаким, там, пониманиям такой ситуации, которая происходит. То, на самом деле, я думаю, что, наверное, будет какое-то определенное продолжение всей этой истории, но еще раз хочу сказать, что, может быть, конечно, здесь есть какие-то подводные камни, и, может быть... Какого-то подвоха, возможно, стоит ожидать? Да, может быть, что-то как-то по-другому, но, по крайней мере, сегодня, вот, если мы возьмем, там, центральный рынок, да, общество с ограниченной ответственностью БСП Инвест Плюс. Но это был единственный инвестор, который был инвестор. Да, инвестор, и я тоже слушал Владимира Васильевича, когда его спросили о том, что, а почему вы отдали, вот, он сказал, что, в общем-то, кировских компаний, которые могут такие складывать деньги в реконструкцию, там, полтора миллиарда, по-моему, в Кировской области нет. При этом я специально зашел на... Возможно, нет, желания у него нет, у людей. Ну, я не знаю. Может, деньги у кого-то и есть. Может быть, там какая-то другая история. Значит, вот я зашел на единый государственный реестр юридических лиц и посмотрел, что такое представляет себя компания, которая, как Владимир Васильевич, говорит, что очень, как бы, может себе позволить потратить полтора миллиарда рублей. Это ООБСП Инвест Плюс. На самом деле, она зарегистрирована в городе Кирове на улице Загородная, дом 3, и офис или квартира 13, непонятно. Вот мы зашли по Яндексу, посмотрели, значит, на самом деле там стоит гараж. Да, может быть, они в гараже находятся с полтора миллиардами рублей, и просто из-за этого, что надо столько вкладывать у нас в центральный рынок, надо им, наверное, затянуть пояса, и они скромно снимают в гараже офис. Ну, по крайней мере, где-то, наверное, полтора миллиарда у них точно есть. То в данном случае тут очень тоже странная история, и в очередной раз мы смотрим, что, в общем-то, не все так прозрачно и красиво, как нам рассказывал Владимир Васильевич. До перерыва вот у нас осталось немного времени, и как раз вопрос мы передали с сайта еще один. Дмитрий Михайлович, вы как молодой современный прагматичный политик скажите, что нужно сделать в городе, области и стране, страну, думаю, трогать не будем, чтобы выйти из той тяжелой ситуации, в которой мы сейчас находимся. Конкретные действия на 2016 год, а то вы много критикуете, дайте конкретику. Вот так вот, по пунктам первое, второе, третье. Смотрите, Дарья, вот задашь ему вопрос. Я могу вообще ничего не критиковать, да? Я могу вообще спокойно как бы уйти в сторону и смотреть, как фактически они расправляются с нашим городом и с нашей областью. То, чтобы для того, чтобы как бы начать куда-то двигаться вперед, я считаю, что даже когда есть кризис, когда есть экономический вспад, это все равно есть шанс для того, чтобы поменять жизнь. Да, потому что сама жизнь заставляет смотреть по-жизнь по-другому. Судя по тому, как у нас проходят дебаты в законодательном собрании Кировской области, как себя ведет городская власть, я так понимаю, менять ничего они не хотят, и в общем-то их все устраивает. То в данном случае я бы вообще, значит, во-первых, отношения. Для меня там очень важно, чтобы все-таки власть поняла, что она сегодня власть до той поры, пока население верит им и доверяет. Насчет сегодняшней веры и надежды, у меня, конечно, есть очень большие сомнения. Но не надо доводить все до определенного критической точки. То мне кажется, что сегодня надо срочно как бы изменить вообще отношения к тем проблемам, которые существуют. Полностью поменять ориентацию, полностью пересмотреть бюджет. И в первую очередь, конечно, что хочу сказать, мое это мнение и ощущение, что при сегодняшней власти и в городе, и в области очень сложно будет сделать какие-то перемены именно им самим. То, наверное, нужны какие-то новые кадры, нужны какие-то реальные, не в кавычках, патриоты, а именно те люди, которые хотят жить в городе Кирове и Кировской области, и которые будут стараться территорию вернуть в нормальное экономическое русло, для того, чтобы, в общем-то, в первую очередь, люди ощутили какую-то, на самом деле, надежду, что завтра они могут жить хотя бы чуть-чуть лучше. По крайней мере, я сегодня этой тенденции не вижу. И на самом деле, еще раз хочу сказать, критика ведь, она не ради критики и там популизма. А из-за того, что если я вижу, что путь решения, допустим, по налогам на льготы, по налогу на имущество, сегодня не имеет эффективности, и эти деньги нам нужны для поддержания социальных групп, то я и говорю, что давайте мы будем поддерживать не крупный бизнес олигархов, а будем поддерживать наше население, в первую очередь, инвалидов, пенсионеров и молодые селения, потому что в кризис им гораздо тяжелее. Мы сегодня видим, что происходит. Ну, то есть на 2016 год реально было бы пересмотреть бюджет? Не только бюджет, вообще отношения, в том числе и бюджеты. Но отношения-то все равно немного из области теории и философии какой-то, а бюджет это конкретный документ, с которым что-то можно делать. Я считаю, что нужны новые люди, новая команда, потому что в данном случае мы видим, что сегодня все буксует и никуда ничего не двигается. Мне сейчас, конечно, там говорят, что все они работают, и я опять их критикую, и что-то говорю неправильно. Но, смотрите, есть территории, которые сегодня совершенно по-другому подготовились к той экономической и социальной ситуации, которая сегодня надвинулась на Российскую Федерацию, в том числе и на Кировскую область. Мы сегодня четко понимаем, что 15-й год тяжелый, а 16-й будет еще тяжелее. Мне кажется, что сегодня городская и областная власть не до конца прогнозируют и не до конца понимают вообще всю критичность сегодня социально-экономической ситуации. Мне кажется, что они надеются, что вот тут где-то пронесет, и вот тут снова все пойдет по своему кругу. Но еще раз хочу сказать, если мы сегодня даже обсуждали поправки по бюджету, и мы сегодня уже недополучили 722 миллиона рублей по НДФЛ в этом году, то на следующий год мы видим, что в федеральный бюджет уже фактически сегодня в нерабочем варианте его можно выкинуть, потому что там заложено нефть 50 долларов, курс доллара по отношению к рублю 63. То мы сегодня говорим о том, что сегодня нефть торгуется уже по 35 наше, а уже доллар уже почти за 70, то в данном случае уже не хватает 30% в бюджете по той причине, что фактически нефть упала. А это является одной из основных поступлений в федеральный бюджет. Если в федеральный бюджет сегодня нам, как бы у него будут изменения, то эти изменения скажутся и на нас. То есть если будут пересматриваться в федеральный бюджет? Конечно. И пересмотрят в виде субсидий, там дотации. Все равно будет идти определенное сокращение. Если это произойдет на региональном уровне, то то же самое получат муниципальные бюджеты. И дальше по цепочке. И местные бюджеты. То в этой случае, конечно, надо четко понимать, что кризис он не на день, не на два, а то, что происходит, это стечение обстоятельств, к которым, на самом деле, мне кажется, сегодня власть не готова. То есть нужно четче еще планировать период. Нужно перестать врать и воровать. Вот и вся история. Очень просто все на самом деле. А начать работать. Уходим на перерыв. После вернемся. Для тех, кто только подключился, напоминаю, в эфире особое мнение. В студии Дарьи Топузлиева и мой гость, депутат областного ЗАГС собрания Дмитрий Русских. Мы закончим уже со всеми зарплатами. Много кого уже сегодня обсудили. Осталось обсудить... Нет, мы обсуждали от одного человека. Осталось обсудить спикера УЗС Алексея Ивонина. Вернее, инициативу вашего коллеги Валерия Турува. Он предложил не платить ему зарплату. Ну, хорошее предложение, Валерий Николаевич. Но на самом деле надо подходить, во-первых, к вопросу. Сколько платить и за что? Значит, вот на самом деле я тоже не совсем понимаю, что такого делают все наши руководители, там и представители ЗАГС собрания, и представители городской думы, там, тире глава города, когда получают они такие громаднейшие зарплаты. На самом деле, ведь тут дело не в зависти. Просто если даже мы сегодня возьмем за основу, что все равно какой-то должен быть эффект от них работы, да. Мы должны... Ведь вы сегодня работаете, и я работаю, и у меня сотрудники работают. Мы же им платим зарплату не за то, что просто вот они такие прекрасные ребята, и они вот ходят ленточки режут, да. Мы им платим за работу, за эффективность, там. Точно так же, как и я, вот, если мы работаем, то мы как бы принесем какие-то определенные риски, мы какие-то ставим цели и задачи. Сегодня у законодательной власти, честно говоря, я вообще не понимаю их цели и задачи. То, платив такие зарплаты, а после того, как они выходят на пенсию, не показав никакие результаты, и мы потом еще им до конца жизни, там, санаторно-курортное лечение за наш счет обеспечиваем, плюс доплаты к пенсии громаднейшие, я, честно говоря, тоже не понимаю, за что мы платим. Ну, а вообще не платить зарплату, потому что мы же понимаем, что Алексей Максимович, он все равно это его единственная работа. Да, да. Да, я еще раз говорю, вообще не платить, наверное, если сегодня есть такая должность, она должна быть, но мы должны понимать, сколько и за что. Ну, то, что сегодня такие, ну, довольно-таки приличные зарплаты, я думаю, что он получает где-то в пределах, наверное, 200 тысяч рублей в месяц, да, там, чуть поменьше. Ну, кстати, Владимир Васильевич Быков, кстати, получает, и посмотрел, с учетом 16-го и 15-го года больше, чем и глава области, Никита Юрьевич Белых, да, и представитель ЗАГСобрания, господин Иогнин. То, в данном случае, у нас такой лидер, он вообще, видимо, у него такие хорошие показатели в работе, и так он хорошо работает, что, в принципе, он сегодня является самым дорогооплачиваемым топ-менеджером Кировской области. Ну, я имею в виду, что в исполнительной власти, там, законодательной, да. При этом мы, как бы, должны четко понимать, что мы понимаем, что он делает, почему он делает, по крайней мере, что он слышит нас, что он делает то, что хотят кировчане. Ну, вот то безобразие, которое творится с парками, мы уже это обсуждали, да, еще раз там говорим, когда по концовке все узнают, что он продает практически своему сыну за 380 тысяч рублей 4 гектара, при том, я посмотрел по реестру, та компания, где у него было в акционерах сын, она буквально там все ушли, те акционеры, эти учредители, которые были изначально, в том числе и его сын, 5-го, 09-го, 2015-го года. Там сейчас другой учредитель. То в данном случае тут с Валерием Николаевичем я в чем-то согласен, но понятно, что если есть должность и по ней работают, то надо подходить немножко... Не полностью. Да, ну, значительно я бы, честно говоря, сократил бы значительно, потому что сегодня давайте будем привязываться к той методике, которая существует вообще в развитых странах. У нас средняя сегодня заработная плата в городе Кирове, по-моему, 21 тысяча, в области 20. Вообще... Ну, то есть, Ивонин сколько должен получать? Ну, смотрите, в нормальных странах существует, допустим, в Белоруссии существует пропорция 1-4, то в данном случае у него может быть зарплата от средней по области не больше, чем 4 раза. В развитых странах это может быть 5. Да, то в данном случае, если вы умножаете там 20 тысяч, если средний получает кировчанец, то у него не может превышать и на 100 тысяч по определению. Ну, 80-100. Да, 80-100. То вот мы тут понимаем порядок цифр. Значит, при всем при этом, конечно, очень сложно говорить о том, что он еще должен пользоваться там кучей льготами, кучей там санаторных курортного лечения, то в принципе он уже изначально пользовался и машиной, и кабинетом, и работа у них не тяжелая у ребят. Ну так, ладно, льготы мы их уже все обсудили. Не, ну я говорю, что в принципе, вот как бы я бы привязывался вот к таким. И точно так же, как бы это может быть и работать, и в принципе так работает и в бизнесе, и на заводах должно так быть, да, на предприятиях. Да, просто мне хотелось бы успеть обсудить другое безобразие, как вы выразились, ну, по крайней мере, на мой взгляд. Безобразия очень много, Дарья, на самом деле. В Кирове собираются, по крайней мере, включили в план до 2020 года, должны снести два исторических издания. Оба объекта были построены в 19 веке, один в начале, где-то в 17-м году, если не путаю, второй где-то в 70-х годах 19 века. Оба дома входят в комплекс строения архиерейского дома, но, по словам замминистра культуры Татьяны Мазур, они не входят в список объектов культурного наследия. К тому, чья это ошибка и чья это вина в том, что исторические здания не включены в этот список, ладно, отложим, они уже не включены, факт свершился. На законодательном уровне можно что-то сделать, чтобы те здания, которые исторические, они явно несут какую-то историческую ценность, но не включены в этот список, как-то, чтобы их все равно под какую-то охрану взять. Смотрите, Даша, на самом деле можно, и на самом деле, может быть, это было и нужно делать, но в данном случае, если мы сейчас пойдем по такому пути, ответ будет очень простой. От исполнительной власти, они скажут, что у нас нет денег для того, чтобы эти памятники... Но ведь можно же найти инвесторов, я не думаю, что какая-то компания, ну, небезызвестная всем компания, сидит в этом же архиерейском доме, он прекрасно выглядит, его прекрасно содержит. Мне, как жителю, на самом деле без разницы, кто будет сидеть в этом историческом здании. Да, для того, чтобы оно было бы красиво. Ну, вот это наше отношение к истории, то, что мы с тобой говорили до этого, это отношение к сегодняшнему дню, как все происходит, да, то получается, что нет сегодняшнего дня и нет фактической истории, то, наверное, очень сложно вообще рассчитывать на будущее. То, конечно, все это можно было делать и все это можно было работать, но в данном случае сегодня та ситуация, которая есть. Я тебе скажу, что у нас в памятнике даже культуры есть, которые находятся в таком же состоянии. И никто к ним не прибирается, и никто там к ним даже близко не подходит. Ну, вот мы же говорим, что мы там все критикуем, мы говорим о том, что, в общем-то, где надо их активность, она почему-то не проявляется. Она проявляется именно в парках, в точечной застройке, там где-то что-то распродать подешевле городское имущество и все прочее. Как сделать и сохранить город историческую часть его, как его спасти от разрушения. Вот, в принципе, я думаю, что вот это как раз та команда, которая, как я считаю, будет рано или поздно в будущем, она и должна будет ставить такие цели и задачи, которые на самом деле будут очень тяжелые. Ну, может быть, вы вот успеете с какой-то еще законодательной университет выйти? Ну, я думаю, что мы уже в декабре не успеем, но я думаю, что в ближайшие там феврале-марте месяцы мы проработаем обязательно там, может быть, даже с Министерством культуры этот вопрос, и на самом деле посмотрим, как это можно из этой ситуации выйти. На самом деле город, на самом деле, очень исторический, очень красивый, но, к сожалению, мы его до такой степени там с каждым годом теряем, что очень жалко, на самом деле. Еще одну инициативу хотелось бы обсудить. Никита Белых предложил штрафовать за неубранные крыши коммунальщиков, те, в свою очередь, выступили против этой инициативы, заявили, что считают, что такие меры не изменят ситуацию. На ваш взгляд, штрафы могут улучшить положение дел, потому что те трагедии, которые произошли в прошлом году, и в этом году уже начал опять снег падать и на детей, и на взрослых. Штрафы могут что-то поменять или тут нужны какие-то другие? Ну, я думаю, что кардинально вряд ли они что поменяют, кроме того, что мы с вами, вот мы сейчас буквально на комитете вопрос обсуждали, есть управляющие компании, которые будут за это отвечать, и сумма штрафов там может даже превысить ту собираемость, которая собирается этих домов для содержания этих домов. На самом деле, конечно, это как-то, может быть, их организует более ответственно относиться, при этом сегодня замгубернатора Береснев сказал, что как бы ему, ну, для нас самое важное это жизнь людей, а не как там будет себя чувствовать управляющая компания. Ну, смотря с какой стороны подходить. На самом деле, я думаю, что, конечно, меры уже встречать надо, насколько это будет эффективный вопрос, очень относительный. Значит, при всем при этом проблема с крышами остается по очень многим причинам, в первую очередь, что наши крыши уже имеют там возраст 30-40 лет, и они просто сами по себе уже в таком варианте нигде в мире не используются, потому что даже в северных странах, типа Финляндии, Швеции, там еще какие-то более как похожие по нашему климату, Австрия, там совершенно другой подход к крышам, и таких крыш уже не денег. И отношение совершенно другое, безопасность другая. То в данном случае это снова вопрос к тому, что, в общем-то, мы сегодня с тобой целый день обсуждаем, всю передачу. То есть и штрафы нужны, и комплексный подход, и менять сознание, и отношения. Очень многое надо, что нам сделать для того, чтобы у нас голова встала на одно место. Мозги в первую очередь. И последний момент. В Кирове планируют запустить сайт, на котором будет представлена продукция кировских пенсионеров. То есть там будет все от вязаных носочков, заканчивая грибами, ягодами, которые они собирают. Вы бы посещали такой сайт? Слушай, я бы, наверное, даже посещал, но я думаю, что проект очень тяжелый в плане того, что это все связано с интернетом. Для пенсионеров это сложно, для многих там тоже людей не всем комфортно. Я бы все-таки шел по пути того, что, в общем-то, практикуется в некоторых городах. Не так много, но оно есть. Я бы строил типа колхозных рынков, таких современных, в хороших конструкциях, таких совершенно компактных, в каждом микрорайоне нашего города, квартале, для того, чтобы как раз все излишки и желание пенсионеров при тяжелой жизни подзаработать, морковку продать, огурчики, может быть, что-то связать и предложить. То такие места должны быть, и они должны быть цивилизованы, они должны быть красивы, где могут купить и продукты питания, и какую-то одежду, и купить те изделия, которые могут сделать пенсионеры. Они у нас такие рукодельники, потому что ко мне очень много приходится. То есть, все, что есть, к ним выкладывать. Да, все, что есть, пожалуйста, и это должно быть всем доступно, это должно быть комфортно, это должно быть красиво. Вот эта идея и тема, она бы имела хорошую возможность для осуществления. Ну, то есть, велосипед уже изобретать не надо. Зачем? Мы и так столько много всего изобретаем, хотя уже все изобретено, и по концовке получается какая-то вот та история, в которой мы фактически сегодня оказались. То есть, то если бы было таких 3-4 комплекса, таких компактных, довольно-таки красивых, небольших мини-рынков, колхозных, как я их называю, где можно было представить любую продукцию наших фермеров, товаропроизводителей, там все, и это было бы там фактически бесплатно, только для того, чтобы люди как-то могли свои кошельки поддержать и предложить дешевые товары и качественные, то это было бы, конечно, очень здорово. На самом деле, это не такие уж и большие деньги для того, чтобы сделать такие прекрасные, ну, по размеру, там, полторы-две тысячи павильоны. На этом мы заканчиваем. В студии была Дарья Тепузлиева и особое мнение депутата областного ЗАГС Собрания Дмитрия Русского. Дарья, спасибо, и всем слушателям хорошей недели. До свидания.